всем привет это проект редколлегия читару меня зовут андрей козлов со мной екатерина шайтанова мы редакторы читару и сегодня мы хотим вновь вернуться к теме бездомных собак но теперь немножечко переместиться из щиты в районы забайкальского края а именно в сельское поселение в село дом на специфическое село в котором оказывается тоже есть проблемы с собаками в общем мы сегодня обсудим и проблемы собак немножечко поговорим про проблемы читинского сельского района и порассуждаем с екатерина александровна и о том что нужно на самом деле делать с бездомными вот этими собаками с точки зрения всего на свете да тоже знаешь что нужно делать что надо реквитировать собак мы сейчас к этому придем вообще история вчера новость мы вчера писали о том что в дом не неизвестные люди травят собак об этом не рассказал мой одноклассник лёха лёха привет и на журналист дальше клевенкова вчера разговаривал одной из жительниц домные которая за всем за этим наблюдала она нам прислала два очень неприятных видео на одном из этих видео собака явно чувствует себя не очень хорошо чувствуется что она бездомная ей плохо на втором видео это менее очевидно собака где-то вдали и тоже видимо ей не очень хорошо этой собаки бездомной и две фотографии на которых умерщиленные или умершие собаки лежат на земле все конечно безобразно выглядит очень неприятно жестоко не знаю насколько уж можно применить здесь термин бесчеловечно но наверное это ну да бесчеловечно бессобачно да без всякой иронии мы говорим мы поговорили с жителями жительницы этой села она рассказала что недели уже в это происходит в дом не каждый день собаки умирает разных местах установить количество отравленных животных невозможно речь идет именно об отравлении якобы об отравлении подготовили заявление в полицию собираем подписи ну и она говорит очевидные достаточно вещи что все это все вот это видят дети взрослые никому от этого не хорошо это злостно и грубо нарушает закон отмечает наш собеседница но я думаю что мы здесь в этой части поддерживаем да то есть это недопустимо безусловно такой же случай был и в чате маме когда-то был на больничном районе телецентра как будто бы были похожие сообщения из района телецентра негор захаров писал эту новость надежку слова телецентра я подозреваю и сети менеджер 4 александр сапожников говорил о том что они обратились в полицию исходя из того что это не такое отношение к животным которое должно было бы быть да мы действительно брали по этому поводу комментарии в известной зоозащитнице наталья арсолановой она говорила о том что читала в социальных сетях о том что в районе телецентра отравились домашние собаки гулявшие с хозяевами двух животных удалось спасти двое скончались но дальнейшие комментарии арслановой мы приводить не будем в общем суть ее суть этих комментариев заключается в том что люди не в себе и поэтому занимаются вот этим вообще говорит что обострение психических расстройств весной то есть мы все-таки цитируем арсаланова в общем но говорит на самом деле но она говорит о том что травить бродящих животных не целесообразно на их место придут другие кроме того могут пострадать как в этом случае домашние собаки но на самом деле если набрать и в поисковике читаю слово собака то там про этих собак которые то бабушь бабушку не покусает то кто-то пожалуется на бродящих собак эти новости идут потоком потому что проблема с собаками действительно существует но вот возвращаясь все-таки к дом не мы еще поговорили с представителем администрации села татьяна суббота она предположила что животных либо травят самостоятельно жители гарнизона военного которые уже жаловались на этих собак либо собаки погибает потому что питается на свалках что касается уборки территории то гарнизоне этим занимается специализированная организация но дом на мы про не периодически вспоминаем потому что я там вырос и могу про нее очень рассказывать но условно дом на это поселок в котором есть собственно говоря поселок и территории этого поселка управляет администрация сельского поселения есть гарнизон военные который управляет военные условно администрация там есть начальник гарнизона и действует свои правила на этой территории то есть это по большому счету населенный пункт разделенный вполне понятными границами на две зоны одна гражданская другая военная военная на своей территории по управляют то есть например они там на каком-то этапе снесли все незаконно построенные магазины получить насколько я знаю разрешение на законное строительство нельзя было но какие такие правила особенные то есть военных особенные правила речь вот идет именно о том что животных травили на территории военного гарнизона дом на и вот эта татьяна суббота говорит о том что мы пытались решить этот вопрос на уровне района отправляли заявку заявку в районную станцию по борьбе с болезнями животных оттуда пришел ответ что эти полномочия с какого-то промежутка времени с начала марта переданы муниципалитетом но видимо имеется ввиду о сельским поселениям видишь на субботе ну видимо да в середине марта администрация дом на перенаправила заявку администрацию чеченского района но ответа от нее пока не получила это объяснимо потому что администрация чеченского района нету главы по моему уже год но проблемы администрации чеченского сельского района обсуждать не будем а собак обсудим у нас случился случилось перед тем как мы выбирали тему для сегодняшней редколлегии с екатериной александровой некоторые дискуссии по поводу того что вообще необходимо делать с бездомными животными с бездомными собаками прежде всего катя что с твоей точки зрения необходимо делать с бездомными собаками слушай я думаю что надо бездомных собак ловить в городе вывозить и умерщвлять не только в городе но и в населенных пунктах других пунктов где есть жители не травить их не дождаться пока их начнут травить док-хантеры не травить их самостоятельно не отстреливать на улице города отлавливаете и уничтожать да я так считаю уничтожать как ну как-то максимально гуманно для собак не знаю может быть уколом ставить или какой-то давать пищи какой-то яд наверное с пищи не гуманно усыплять не знаю выбрать максимально гуманно способ и усыплять собак да ну а здесь вот мы можем обратиться к опросу который мы проводили в нашем телеграм-канале на прошлой неделе мы спрашивали как нужно сражаться с бездомными собаками в чите это опрос которым приняло участие почти 600 человек то есть он в достаточной мере репрезентативен и здесь победитель этого опроса это вариант всех поймать стерилизовать и выпустить на волю пусть стареют не размножаясь здесь есть другие варианты мы их тоже можем обсудить и история в том что вот мы обычные обыватели да мы люди которые живут в чите и по крайней мере пока хотят здесь какое-то время жить или всегда жить неважно вот мы здесь живем и этот вариант всех поймать стерилизовать а потом обратно выпустить не решает нашу проблему не решает то есть собаки живут достаточно долго и помню в школе мне кто-то говорил один год за 7 лет жизни взрослого человека то есть они живут например лет десять то есть если взять предположить ситуацию в которой всех собак в городе выловили стерилизовали и обратно выпустили надо еще лет пять-десять потерпеть пока они естественным путем не умрут да и когда они так не умрут да правда как-то сложнее они все равно будут появляются мы опять же говорим про это как дилетанты то есть это прикольный способ видимо предполагающий некоторую гуманность в отношении собак да хотя стерилизация это такая себе гуманность собака стерилизованная что-нибудь не может окусить не сбивается в стае по-моему она не может размножаться по моему она не может только размножаться то есть проблема не решается на протяжении еще десяти лет и надо предполагать что это идеальная ситуация в которой всех переловили никто нигде не размножается деньги на стерилизацию до второй вариант второе место заняло два варианта по 19 процентов это всех перестрелять это то о чем говорит но нет катя не об этом говорит она другой вариант выбирала мы обсуждали всех перестрелять перестрелять это безусловно негуманно то есть стрелять собак на улицах это как минимум превращение города в некое некий боевой полигон да но люди которые выбирали этот вариант имели в виду некоторые конечно от ловича увести куда-то да собственно говоря это это второй вариант который набрал 19 процентов и заключается в следующем я не знаю что сделать но нужно цивилизованными методами сделать как-то так чтобы собак не было катя по большому счету говорит о том же что нужно цивилизованными методами убрать собак с у меня нет 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 я не так говорю я уверена что нынешняя городская власть не в состоянии ничего решить собаками цивилизованными видишь мы намеренно сегодня обсуждаем историю не только в городе но и в дом не эта проблема есть довольно крупный населенный пункт там тысяч восемь населения и там тоже есть проблема с собаками это не читал новость из которой следит что за что они не могут не даршить не в чите не в чатинском районе власть ничего не может сделать собственно говоря это личные проблемы людей которые в эту власть приходят вот не я не екатерина александровна не являемся людьми которым которые хотели бы претендовать например на должность сити-менеджер или главы гордумы да мы не хотим возглавлять чатинскую станцию по борьбе там с животными да не возглавляем никакую коммерческую организацию которая занимается отловом людей ой людей господи простите животных собак в том числе и поэтому мы относимся к этому как обыватели мы знаем что есть какие-то люди которые эти должности занимают и которые тем самым взяли на себя эту ответственность но они взяли на себя эту ответственность только на бумаге получается да то есть на самом деле не почти не по той же дом не нет ощущения что власть хоть как-то пытается решить эту проблему из нашей собывательской точки зрения нужно этих собак с улиц убирайте любыми методами которые но являются в должной мере гуманными наверное для животных более того я бы убирала бы не только бродячих собак бездомных собак но и домашних собак без поводков и намордников домашних собак без документов условно без поводка и без намордника на улице приравнивала бродячей тоже бы отлавливала причем в моменте так понимаю идешь по улице с собакой без поводка и без намордника у тебя могут ее забрать и что-то с ней сделать в этот момент нас проклили все владельцы домашних собак но которые выгуливают собак не по правилам да да это постоянная история про то что моя собака добрая и никого не укусит я периодически встречаю это в социальных сетях эти рассказы всегда они меня очень сильно удивляют особенно когда речь идет о больших животных таких маленьких коровах да да ладно в социальных сетях я такие истории иногда встречаю в лифте то есть стоит огромная псина наверное лабрадор и мне говорят вы не бойтесь она не кусается а главное что когда вы быть она чувствует страх и может укусить да просто сразу хочу выйти и здесь мы возвращаемся к еще одной смешной истории про то как власти но уже получается забайкальского края воспринимают борьбу с собаками на территории муниципальных образований включая чету это очень похоже на историю которую мы сегодня тоже сказать и с утра обсуждали а как недовольных учителей успокаивают корректировкой платежек расчеток расчеток то есть они не пытаются решить проблему зарплат низких зарплат учителей а пытаются сделать расчетки более понятными для учителей для глупых глупых учителей не понимаешь почему у них такая зарплата вот на сайте госветслужбы опубликованы очень прикольные современный такой формат называется карточки в инстаграме людей начали учить тому как защищаться от стаи бродячих собак про это смешно пошутил на журналисты горзахаров он пошутил пункт 1 по возможности уезжайте щиты да собственно говоря он же самые главные то есть реально власть дошла до такого состояния что историю с бродящими собаками они видимо поняли что они не решат ни в каком виде и стали объяснять людям что делать если вы увидели стаю бродячих собак мы по этому поводу тоже в телеграме шутили да хотя это вообще не смешно и большой вопрос к людям которые этим занимаются но видимо какая-то своя логика речь идет о том что нужно попытаться спокойно и отойти в стороны уйти не поворачивать не поворачиваясь к животному спиной не нервничать и успокоиться собаки чувствуют страх и неуверенность а если избежать нападение не удалось старайтесь вести себя уверенно и ищите пути отхода с безопасное место просто не очень себе я считаю что но это какой-то определенный уровень падения нашего общего не только там этих людей которые эти карточки готовят то есть мы дошли до состояния в которой мы проблему настолько не можем решить что даже не собираемся этого делать и начали приучать себя к тому что у нас по городу ходят стаи бродячих собак от которых нужно учиться защищаться да и как-то себя по-особенному с ними вести хотя в идеальном мире этих собак в принципе не должно быть на улицах и я еще раз возвращаясь к примеру но он для меня реально болезненный то есть ты когда едешь на велосипеде на скорости по городу и на тебя вылетает вот эти вот гавкающие собаки я в этот момент выступаю за отстрел а ты должен вести себя уверенно да то есть собаки реагируют видимо на скорость как-то да да то есть когда просто идешь пешком они как-то там не очень на тебя бросаются но когда ты едешь на велосипеде это эффект движущейся машины в машине тебе нормально там они гавкают и ладно а на на велосипеде но это реально страшно и в этот момент я становлюсь сторонником просто просто давайте их отстрелим при этом же здоровый сильный мужик да и я иногда понимаю что собака еще встанет на задние лапы она просто будет меня размером и кучами в лицо вот поэтому сказала что у меня весеннее обострение да поэтому вариант например всех перетравить которые мы тоже отчасти не отчасти который мы намеренно посадили вот в этот опрос он там занял 6 процентов он самый один из самых непопулярных потому что это реально тоже безумие но другая грань безумия травить собак там на улицах это безусловно ей чтобы этом не говорил про стрельбу чтобы этом про не думал это тоже но недопустимо то есть наверняка человечество за миллионы лет эволюции изобрело какие-то методы отлова этих собак которые не предполагают стрельбу на улице городов и рассыпание ядов там да хотя вот например слава говорит что отравились домашние собаки в районе телецентра мне кажется что если бы у нас бы город бы не было бы одной большой сплошной площадкой для выгула да люди бы гуляли бы не по улицам овских специализированных местах которые бы тоже нас идеально картине мира были бы то может быть домашние собаки бы на улице бы нет слушайте но здесь мы вступаем на территорию некоторого спора между теми людьми которые держат у себя собак дома и теми людьми которые не допускают такой возможности для себя в условиях города например да то есть у меня может быть не очень правильная позиция но она моя она заключается в том что заведение собак особенно крупных вот этих пород в условиях города это немножко странно да с учетом того что собака все время сидит замкнутом ком-то пространстве что негуманно по отношению к собаке я подозреваю что так радует это что тебя есть собака собаки не очень хорошо да я причем подозреваю что я мы же не знаем собачью психологию мы с ними там не разговаривали может собаки нормально там но мне это кажется странно мне кажется что собаки нормально жить но на какой-то более или менее относительной свободе там да ну или это маленькая собачка ты в руках выносишь ну да есть в этой связи обилие этих собак действительно поведет к тому о чем говорит катя но она еще не говорит про то что мало того что не специализированных площадок для выгула но какие у нас специализированные площадки для листа какие у нас специализированные площадки для в уголах в городе, но одна огромная помойка. Лес надо безной. Сейчас, подожди. Шахматный парк. Вопрос еще в том, как владельцы этих собак относятся к тому, что делают эти собаки на улице. Но эту тему как бы не очень принято обсуждать в публичном пространстве. Тем не менее, в комментариях она всегда присутствует под любой новостью про собак. Эти собаки выходят и просто наваливают кучи... Подожди, есть. Подожди, можно я все-таки договорю? Наваливают эти кучи экскрементов и считается нормой, видимо, и в Чите, и в других российских городах вообще в России, то, что эти кучи экскрементов лежат. Видимо, предполагается, что их должны убирать то ли ДМРСУ или управляющие компании. Но есть же люди, которые убирают за собаками. В Чите? Конечно. Ты видела людей, которые убирают... Я лично знакома. То есть у нас раньше работала СММ-менеджером. Ульяна Ломакина. Привет, Ульяна. Она просто за свою лабрадором убирает вот это вот все специальным способом. Вот в этот момент, когда появляются такие люди, как Ульяна, у меня сразу снимаются вопросы к этим собакам. Дальше это проблема этой большой собаки и его хозяина. Нет, дальше важно его вести на поводке, чтобы на меня не тронут. Да, чтобы на нем была... То есть условно мы говорим о чем? Опять же, как дилетанты и люди, у которых никогда не было собак, что нужно, чтобы... У меня была в своем доме, не в квартире. Да, то есть нужно, чтобы был поводок-намордник, и чтобы хозяева убирали за ними экскременты, которые можно убрать хотя бы там. Или если ты, например, у тебя нет поводка и намордника, то ты едешь в лес, там, где не гуляют дети, мамы, бабушки, отпускаешь его, там бегаешь с ним, носишься, тусишь радующей жизни, возвращаешься в город. Вот. Но и то, и другое, это вопрос некоторой культуры, да, и в части бездомных собак, потому что нету никакого понимания того, что с ними делать, и это вопрос культуры власти, да, отношения власти вообще к этой проблеме. Культура власти заключается в том, что есть некоторые проблемы, которые никак не решаются в принципе. Поэтому мы их решать не будем, лучше приучим людей, как тех учителей, сделаем им хорошие расчётки, в которых будет понятно, почему у них такая низкая зарплата. Но ты видишь, они пока ничего не делают, собак начинают травить сами жители, это тоже отвратительно. Да, и история в домне, это же явно, но странно предполагать, что они там что-то не то съели на помойках и по всей домне стали умирать. Их реально кто-то травит, но это тоже, видимо, люди дошли до этого состояния, в которых я не знаю, что они там испытали, может там собака кого-то покусала или им надоели эти собаки, они перешли вот к такому методу решения проблемы. Это тоже не дело, но люди оказались поставлены в такой ситуации, в которой они не знают никакого другого решения. Ну тебе легко рассуждать, я просто ставлю себя, нет, не ставлю себя, с ужасом поставив я себя на место родителей, у которого ребёнка разорвали собаки. Ну да. Ещё удивительно, потому что вообще никого не отстреляли. И здесь мы всё равно, как обычно, возвращаемся к теме про то, что тему с бездомными собаками, равно как тему с бездомными, я не знаю, коровами там, да, должны решать власть населённых пунктов, которые... Хорошо, а когда они не могут, то что должно происходить? Ну надо искать всё равно пути решения. Кому? Властям этим. Ну они не могут. Ну как не могут, что значит не могут? Ну у них мозга не хватает. Мозга, денег, тямы, не знаю, не могут. Уходить. Ну нету варианта уходить. Вот мы, собственно говоря... Что делать с собаками? Ну вот как сейчас... Просто мы находимся вот в этой ситуации. Вот мы находимся в этой ситуации, они делают карточки для Инстаграма. Ну явно же не делать карточки для Инстаграма. Явно не делать карточки для Инстаграма. Я считаю, что карточки для Инстаграма для жителей о том, что делать, когда на тебя напали бродящие собаки, это днище. Это властное днище. То есть мы дошли до ситуации, в которой мы просто смирились. Всё, мы ничего не можем сделать, извините, просто привыкайте к собакам. Научитесь себя защищать в этой истории. Это как, знаешь, например, признать, что мы не можем справиться с кражами автомобилей. Поддаём автосигнализации. Ну да, условно. Или будем выпускать карточки, что сделать для того, чтобы у вас не украли автомобиль посреди белого дня в городе. По большому счёту повышаем продажи автосигнализации. Ну да, условно так. При этом, возвращаясь к теме этичности, неэтичности убийства этих собак или выпускания их на улицу, но собаки же не единственные животные вообще в мире. То есть человечество вообще не очень гуманно по отношению к братьям нашим меньшим. Не очень. То есть у нас мы вообще-то все практически не являемся вегетарианцами. Да и вегетарианцы у нас в большинстве случаев это какие-то странные ребята, которые рыбу едят, например. Хотя если сравнивать убийство рыбы и убийство конь-коровы, то это принципиально разные истории. То есть я был... Ну, подожди, убийство рыбы – это рыбалка. Ну, давайте представим, что рыба что-то там может думать. Она же плавает. Мы же знаем, что она не может думать. Это рыбалка. Да. Ну, условно, корову убивают мгновенно. То есть просто загоняет ей железный штырь в головной мозг, и она просто исчезает. Ну, у нее исчезает сознание. А рыбу там, например, я не знаю. Может, я неправильно как-то рассуждаю. Рыбу вытащили, а она один раз там полуумерла. Потом ее там загрузили в какую-нибудь емкость с водой. Потом опять вытащили, а она полуумерла. А потом еще в каком-нибудь аквариуме она может в магазине поплавать перед смертью. Не любишь рыбу? Ну, я условно говорю. То есть у нас человечество вообще не очень гуманно по отношению к животным. Но вот собаки – это какая-то определенная категория, видимо, предполагается, что они... Ну, не предполагается, они более какие-то интеллектуально развитые собаки. Ну, привет. Ну, с чем связано это? То есть, скажи, что дельфины более интересные развитые. Ну, то есть... С тем, что собаки живут рядом с людьми, а коровы не живут рядом с людьми. Живут тоже рядом с людьми. И лошади живут рядом с людьми. А, собак не едят, если вы не корейцы, а коров едят. Вот такая же традиция. Какая-то экономическая подоплевка. Слушайте, вне зависимости от наших этих дилетантских рассуждений, с собаками что-то нужно делать, потому что иначе вы... Мы обращаемся, опять же, к властям, не знаю уж каким. Вы карточками в Инстаграме проблему бездомных животных не решите. И самое главное, вы не решите проблему отношения людей к этим бездомным животным, которые, будучи поставленными в тупик, часто начинают делать иррациональные вещи. Ну, как иррациональные? Негуманные, условно говоря, вещи. Начинают травить собак, не знаю, стрелять собак. Но давайте вернемся к примеру Кати, поставим себя на место человека, на ребенка которого напала какая-то собака. Но никто не будет разбираться с этой собакой, ее как можно быстрее пристрелят, удавят, отравят, что угодно сделают, лишь бы этой псины не было. И на всех последующих бездомных собак будут реагировать точно так же совершенно. Но еще есть разряд зоозащитников. Чаще всего в комментариях им пишут, разберите их тогда по домам. Что тоже не вариант. Конечно. То есть собак такое количество в чите, такое количество. Что они все не поместят и карсаланы. Да, хоть всех зоозащитников собрать и каждому дать по 10 собак, еще 5000 этих собак останется на улицах. Но слушайте, это ситуация, которая, не будучи решаемой, приводит просто к дальнейшей эскалации вот этого напряжения, условно, между миром этих собак бездомных и людьми. Но что-то нужно делать. И самое главное, что власть вроде бы что-то говорит, но вот что-то Сапожников в последний раз говорил. Сапожников говорил, что он жаловался в полицию на тех, кто травит собак. Ну да, это определенная попытка решить проблему бумагами, а она как-то бумагами. Это очередная попытка решить проблему в полиции, хотя она решить проблему в голове. Мы даже вывода никакого делать не будем. Мы в ситуации, когда власть не решает проблему с бездомными собаками, сами иногда немножечко превращаемся в животных. И непонятно, кто здесь человечнее, да, в этой истории. Давайте, пожалуйста, уважаемые, не знаю кто, депутаты, сити-менеджеры, заместители, хоть что-то сделаем для того, чтобы эта ситуация начала хотя бы оттормаживаться. Спасибо за внимание, счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok